всем привет мои хорошие сегодня у нас с вами необычное видео сейчас я буду готовить пасты знаете для чего сегодня мы с вами будем делать калин в глазури здесь у меня узбекский и венецкий будем пробовать делать калин глазури для этого я выбрала реметист это мозаика мозаика кто как называет и мелко сейчас мы будем с вами все заливать горячей водичкой стакан нагрелся надо аккуратненько пасты надо сделать жиденькие все запел все поет такая палочка заодно проверим пасту из мозаики мозаики и мелкие я не делала ни разу ну к хорошо растворяется самый не капризный как всегда аметист выбирала сорта из-за цвета все я хочу чтобы у нас яркие получились вот если все получится так как я задумала и мне понравится мы будем с вами экспериментировать с разными сортами и с разными калинами сейчас перемешаю от начала до конца делать буду при вас без прерываний без монтажа хочу чтобы капризненькая капризненькая конечно мозаика так и мелко так ну пока мелко с мозаикой до конца растворяются мы их отставим сейчас мы попробуем первый эксперимент провести с аметистом и так как я это понимаю калин так как быстро растворяется сейчас так да 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 вот так мы и будем с вами делать у меня здесь подготовлен поднос я сейчас буду сюда выкладывать а потом обязательно вам покажу когда все это высохнет мы будем с вами дегустировать смотрите какой большой кусочек за грязные руки простите колен очень быстро растворяется его держать долго нельзя то есть обмакнули и сразу вытащили красивущие конечно получаются так на дать венецкий окунем ой 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 вот я прочую говорила он сразу моментально растворяется и липучий встает все ручки испачкал лишние так теперь давайте секунду сейчас я еще возьму для каждого сорта по вилочке простите за шум но все как есть все так вам и показываю теперь мы попробуем тоже растворилась теперь будем делать желтенькие колен моментально в себя впитывает вот прям вот ну девочки как это вкусно пахнет нет я сейчас попробую такая мокрая мокрая под белкой и мокрый мел прям офигенно вкусняшка но даже в пасте скрипит так что мы сейчас он там будем укладывать на вилочку и вот так опускать красота как я же говорю я экспериментатор еще тут я давно порываюсь заказать у продавцов колен в глазури все потеряли нет не потеряли как-то смотрела смотрела дай-ка я сама попробую сделать а вдруг получится так что а вдруг получится теперь мы попробуем милка смотрите как мелко тоже вся уже растворилась мокрая земля прям мокрая мокрая земля несет кусочек сейчас мы его съедим так мелку надо обязательно попробовать с каким-нибудь сухим сортом мела а влезь уже посложнее пишу же надо обваливать опа куда ну все сейчас растает нет ну ладно потеряли 1 прошу не будет вот так простите за то что морая руки но без этого никак паста густая вкуснее будет со старого потеряем на с мелкой глазурь то глазурь будет так накидаю буду обваливать безе в шоколадке так так как у нас солнышко на улице думаю высохнет это все быстро и потом мы с вами все это будем густировать если нам понравится мы потом продавцов закажем и сравним по домашнему рецепту ну вот у продавцов сколько я смотрела там видно что прям тоненький тоненький слой глазурь и а здесь там и для себя делаем как говорится от души кто-то скажет что похож на шоколадные конфетки кто-то скажет что внешний вид не очень но дальше мы делаем сами кистом мы перемешаем так надо руки вытереть выкладываем на вилочку опускаем и все и вот ох как сразу залипает и выкладываем так выкладываем вот так ай под руками дальше делать налипает сразу аметист моментально прилипает к алину тоже будет хорошая глазурь мы потом знаете что с вами еще сделаем я постараюсь найти у продавцов большие кусочки калины виницкого на узбекские я еще буду заказывать если мне понравится мы возьмем прям вообще все налипло мы возьмем же ты сая ну такие плотные сорта я еще орешек закажу и мы сделаем с вами такую хрустящую глазурь и посмотрим проверим в общем идеи для экспериментов полно видео очень сильно затягивается давайте сейчас все это делаю и уже вернусь к вам когда будет готов результат как говорится методом проб и ошибок я нашла еще один так сказать способ для ленивых вот видите она жиденько значит что мы делаем мы выкладываем на ложку коленчик пару кусочков и просто вот так опускаем валякиваем и все и выкладываем то есть для кого как с вилкой муторно конечно на долго но с ложкой взял обвалял и красота все и сушиться итак вот что у нас с вами получилось он такой поднос здесь у нас и мелко аметист и мозаика сейчас это все идет сушиться и потом мы будем с вами дегустировать я думаю видео отдельно сниму с дегустацией мы продегустируем их я наверное еще покажу печенье которые я делала без вас расскажу из чего они сделаны и какие на вкус всем огромное спасибо за просмотр всех люблю целую обнимаю всем пока пока